И совершить сложнейший по тем временам поход по вершинам Северного Урала. Не менее 300 километров на лыжах почти за три недели, но восхождение оборвалось, едва начавшись. Туристическая группа под руководством Игоря Дятлова погибла загадочным образом 60 лет назад. Погибшие участники того похода похоронены на старейшем Михайловском кладбище в Екатеринбурге. Здесь даже создан обелиск, на котором портреты каждого участника группы Дятлова. Сам мемориал был создан несколько десятилетий назад. В том месте, где покоятся участники того трагичного и вместе с тем загадочного похода на Северный Урал. Но именно сегодня эксперты подвели итоги масштабного расследования, пожалуй, главной загадки столетия. Та проверка, которая была в форме расследования, которая была начата в 1959 году, она была завершена в 2019 году. Мы установили причины гибели. Причина гибели группы Дятлова – снежная лавина. Другие версии можно исключить, подытожила Генеральная прокуратура. Хотя до этого было выдвинуто как минимум 64 предположения. От нашествия пришельцев до снежного человека. Ведь под официальную версию о непредалимой силе, которая фигурировала долгие годы, подходит многое. Доклад зампрокурора по факту смерти туристов поставил под сомнение все предыдущее следствие. Прокурор сообщает своему подчиненному о гибели всех студентов, но даты не совпадают. Письмо от 15 февраля, а тела обнаружили только 27-го. Впрочем, эксперты подтвердили подлинность документа, но вопросов появилось еще больше. Михаил Шаравин был первым, кто оказался на месте той трагедии. Палатка была заметена снегом, задняя стойка порушена, только передняя стойка стояла. Значит, у палатки находился ледоруб и пара лыж. Согласно фактам, 9 туристов, уже устроившись на ночлег, внезапно в панике покинули палатку, даже не надев теплые вещи. Это 3D-модель того склона, где как раз произошла трагедия. Эксперты смогли воссоздать погоду и даже предугадать поведение студентов. Лавина сподвигла туристов покинуть палатку. Покинули они ее в течение 12 секунд, мы это тоже проверили. Отошли от палатки на 50 метров, но оставался главный вопрос, почему они не вернулись обратно. Не вернулись обратно, потому что это была абсолютно темная безлунная ночь с пургой. И видимость объекта размером с палатку была не более 16 метров. Соответственно, с 50 метров они палатку увидеть не могли. Вернуться к палатке они уже не смогли. Согласно экспертизам, полученные травмы характерны для альпинистов, которые попадают под лавину. Вот это дневник Зины Колмогоровой. С начала похода и вот последняя запись. Будем строить лабаз. Юрий Кунцевич, президент фонда памяти группы Дятлова, впрочем, поставил под сомнение эту версию с лавиной. Не исключает техногенный фактор и настаивает. Следственный комитет должен возбудить новое уголовное дело. То, что должно быть в уголовном деле, там отсутствует. Должны быть допросы свидетелей, должны быть какие-то показания других служб. А там этого нет. Да, дело Дятлова, конечно, расследовано с определенными нарушениями. Есть листы, нет подписей понятых и так далее. Но у нас есть экспертная оценка ученых-юристов о том, что материалы уголовного дела, они достоверны и ими можно пользоваться. Но о новом деле пока речи не идет. Прокуратура завершила свою проверку и подтвердила высокую лавиноопасность в районе перевала Дятлова. Властям рекомендовано принять меры, чтобы трагедия не повторилась. Ведь горы Северного Урала все больше привлекают новых туристов не только красивыми видами, но и таинственностью тех мест. Редактор субтитров А.Семкин